Привет, друзья! Сегодня вас ждет небольшое путешествие, в которое мы отправляемся вместе с вами. И, судя по названию видео, вы уже поняли, что мы посетим Дукору, а точнее Дукорский Майонток. В Беларуси это место пользуется огромным спросом не только у туристов из других стран, но также и у самих беларусов, так как этот музейный комплекс предлагает обширную программу для семейного отдыха в окружении истории шляхетской культуры, красоты белорусской природы, общения с животными и также многое другое. Сейчас мы с вами выезжаем из Минска в сторону Могилевской трассы, а место, по которому мы едем, называется Партизанский проспект. Я знаю, что меня смотрят не только жители Минска, да и в целом не только белорусы. Статистика ютубчика мне периодически показывает, кто меня смотрит, и там очень много иностранцев. Поэтому я специально некоторые места проговариваю для моих подписчиков и зрителей не из Беларуси и не из Минска. И в целом нам сегодня очень повезло с погодой, потому что сегодня замечательный солнечный день, как вы можете заметить, и 18 градусов тепла. По-моему, суббота выдалась замечательная. От Минска до Дукоры примерно 40 километров. Соответственно, Дукора это Минская область Пуховического района. Я специально снимаю для вас дорогу, потому что мне очень хочется похвастаться и показать вам красоту нашей страны. Даже вид сочной молодой травы вдоль трассы и роскошных крон деревьев поднимает мне настроение, особенно в такой замечательный день. Все эти виды пробуждают в душе ощущение дома, спокойствия, родной земли и гордости за нее. Обратите внимание на чистоту и качество наших дорог. Я думаю, здесь комментарии вообще не нужны. Напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы смотрите это видео. Мне будет очень любопытно узнать. Ну и в целом, если вы бывали в Беларуси, расскажите, как ощущения, что вам понравилось у нас. А если вам еще не довелось побывать у нас в гостях, то расскажите, какое бы место или достопримечательность вам бы хотелось у нас увидеть. Впереди едет очень много машин, я хотела показать. Вон они. Вон, видно. Большая очередь на дороге прям. Очень-очень много машин. В субботу все куда-то едут. А вот и Дукора. Сейчас мы с вами развернемся и попадем в этот агрогородок. Если интересно, то вот немного информации об этом месте. Дукора, как я и говорила ранее, это агрогородок в Пуховичском районе Минской области. Находится на реке Свислочь, на расстоянии 25 километров на юго-запад от Марьиной горки и в 30 километрах от Минска. На пересечении автомобильных дорог Минск-Бобруйск и Рудинск-Смиловичи. Население 1279 человек. Сам агрогородок чистый и ухоженный, но особо ничем не примечательный, за исключением места, куда мы с вами направляемся. А направляемся мы с вами в Дукорский Майонток. Это уникальный памятник шляхетской культуры. Значительный пласт истории нашей страны составляет шляхетская культура. Все знают рыцарей, но не все знакомы со шляхтой. Однако это не менее прекрасное и благородное сословие, составляющее практически пятую часть от нашего населения. Недаром историки говорят, что в каждом Беларуси есть хотя бы капля шляхетской крови. А каждый уважающий себя шляхтич должен знать историю своих предков. В этом и заключена задача музейного комплекса Дукорский Майонток. Помочь посетителям познакомиться с историей страны, окунуться в культуру жизни шляхта. Помимо исторической составляющей на территории комплекса имеются варианты отдыха для всех возрастных групп. Веревочный городок, катание на лошадях, средневековый тир, зоосад, лодки и катамараны, а также дома и беседки семейного типа. Но нам об этом пока ничего не известно, так как все наши знания о Дукоре сводятся к тому, что здесь есть просто перевернутый дом в поле. Мы в Дукоре. Мы решили снять сегодня видео такое, знаете, природного характера. Такие небольшие погуляшки, покатушки, потому что давно такого ничего не было. Мы очень давно планировали приехать в это место, в Дукору, посмотреть Дукорский Майонток. Как-то не получалось. Но теперь мы здесь и берем вас с собой. Пойдемте вместе смотреть. Мы специально ничего не читали в интернете, что да как здесь, чтобы было интереснее. Мы встали на стоянке, которая подальше, а можно было заехать прямо вот сюда. Но мы не знали, мы карту не смотрели. Я же говорю специально, чтобы было интереснее. Вон стоят туристические автобусы. Машин много. Проходим автобусы сбоку. Один четвертый регион, а второй автобус второй регион. Четверка это у нас что? Гродно. Гродно, а двойка Витебс? Да. Гродно и Витебс. Одно раз издалека приехали. А машины стоят в основном в Минске на парковке. Смотрите, что нас встречает. И сверху флаг. Красиво, красиво. Скоро получается. И вот. Так, стоп, вот трасса, по которой мы ехали. Вот касса прямо здесь. Вот дверь открыта. Так. Вот у нас стоимость билетов, чтобы вы знали. О, даже такое есть. Сейчас проверим. Те, кто подписан, видите, на Инстаграм, например, на какие-то соцсети, тому есть скидочка. Пойдем смотреть. Дали нам такой буклетик. Купили билеты. Получилось 36 рублей. Ну, здесь, видите, карта такая, где что расположено. Мы идем сюда. Узкие ступеньки. Темно. Смотри под ноги. Смотрю. Хоббит. Ага. Шир. Ну, что здесь? Небольшая комнатка. И фонарик. Одинокий фонарь. Есть такое окно. Всегда хотели попасть в Новую Зеландию, чтобы посмотреть на декорации Хоббита. Круглые окна есть хотя бы здесь. Так, там есть еще один какой-то верхний ярус. Пойдем туда, посмотрим, что там. Здесь такие окна классные. А еще здесь есть окна. И по ушам. Ну, это было громко. Сейчас мы туда пойдем, как здесь все рассмотрим. Вот это окно мне очень нравится, потому что здесь большой клён. Видишь, как зелено, красиво. Эх, хотелось бы в Новую Зеландию. Но, к сожалению, сейчас непростая ситуация в мире. Я думаю, что мы все-таки однажды туда попадем и вам покажем. Прикольно. Видим Снояр. Думаю, что здесь совсем не так. Я иначе в это все себе представлю. Ты думал, что это просто дом, домик перевернутый в поле и все? Да, здесь именно в моем так целом. Очень красиво. Идем наверх. Идем, идем. Обязательно. А, так мы, получается, поднимаемся по той самой лестнице вот этого вот здания, которое нас встречают, да, на входе. Бело-коричневая. Получается, да. Есть маркер? Маркер. Сейчас проверю. Здесь все исписано. Денис плюс Алиса. Прекрасно. По-моему, что-то у меня с собой есть. Сейчас я поищу. Высоко. Ой, как красиво. Посмотрите. Я думаю, что это уровень где-то этажа пятого. Так, ну что? Сейчас я буду искать маркер. Покушать? Я думаю, что здесь... Господи, Камилова. Я думаю, что здесь есть. Здесь была семья Дроз. О, нормально? Семья из Риги. Ха, я знала, что у меня с собой что-то есть. Все, будем писать. Пишем. Здесь были Алекс и Августина. 04, 05, 2024. 20, 24. туи где туи вот вдоль пешеходной дорожки его там вот еще справа такое даже поле вот здесь конечно место очень много да я тоже думала что не так я предполагала что здесь будет что-то еще но не в таком прям количестве он есть фонтанчик сейчас мы туда тоже сходим даже сцена и на ней что-то происходит сейчас здесь был кирилл петя юра мы из могилёва тут я не могу разобрать что написано даня может быть могилёв очень много разных надписей и здесь вот если ходить если вы здесь будете когда-то то вот сверху увидите и нашу надпись а мы уедем отсюда она здесь на какое-то время останется все спускаемся вниз главное тут не убиться потому что вот здесь вот эта балка она ой что это было ты слышал звук тут птички есть где-то точно птички слышал опять тиф блин ребята мы не можем просто так уйти подожди дай посмотрим тут ничего не видно нет ну кто-то тут каркает кря кря да все погнали пойдем смотреть дальше только что мы там были брама это главные ворота этого места то есть вот это вот там сзади ворота вот эти это как знаете ну такая вот центральный въезд в это место какой милый фонтанчик вон девочка едет едет на лошадке здесь можно прокатиться а фонтанчик надо войной а я не знаю мы можем сюда зайти просто так у нас и билет ну да ой котенок котик привет ты не боишься а здесь да все наверное гуляют где-то вот что едят лошадюшки видите морковка лежит в каком количестве да никого нет пойдем послушаем мы идем смотреть лошадку все-таки здесь стоит лошадка запряженная стоит бедняжечка в тенечке привет мы не будем тебя беспокоить мы чуть-чуть тут постоим и пойдем ты красивый или красивая не знаю а там вторая будет катать сейчас кого-то он пить хочет смотри он вывернул свою воду у него нет воды вот смотри красавой какой классный он просто стоит отдельно там лошадь стоит сейчас мы посмотрим смотрите корни класс сбоку сцена зоосад мы сейчас туда и выйдем очень лошадь красивая у меня в детстве была игрушечная лошадь ее звали луна точно такая же я сейчас вижу просто свою игрушку в детстве прям вообще один в один мам помнишь у меня была такая лошадка я же знаю что ты посмотришь обалдеть прям ностальжи то вот вот она карта он реально больше чем дудутки ну да вроде да пойдем пойдем номером 5 дуб желание где этот дуб желание сейчас найдем выставка ретро машин ну много их здесь а это не околе случайно вот она красотка стоит вот я смотрю что туда нельзя пробраться то есть можно смотреть только отсюда вот вот так можно и сзади я хотела сфоткаться именно с машиной с какой-нибудь вблизи но машин много действительно такой автопарк волга смотрите стоит а вот эту хочу вблизи посмотреть синяя смотри какая интересная старый лифтбэк победа лифтбэк причем еще с модным цветом смотрите какой синий черная конечно же мне больше черная нравится о чем речь логотип у нее а это домики в аренду for rent ну так вообще классно это больше так для приезжих люди которые совсем совсем не местные которым там ехать далеко в россияне им класс о мотоцикл с люлькой прикинь посадить тебя или меня за руль а второй в руль в ой в рульке в люльке достаточно много места ногам то есть ноги можно вперед это мощь до аккуратненький красиво и большие есть тоже машины и еще место предостаточно я думаю что будет еще расширяться возможно вот он вот вдруг ты посмотри на него ну ты посмотри до него на его толщину сколько ему лет ухты и рисканок ранее да не тянет из на золота какой он мощный место что что здесь да сейчас посмотрим какой красавец надо с ним пообниматься что там страус как сам страус это голуби о смотри какой там друг стоит с красными глазами это какие-то специфические он вообще в штанах я вижу ну в общем да это кидать о овечки я хочу туда смотри а так это не подожди а где коза я вижу ослика смысле это ослик код как ослик может быть козой ой какие вы кто это кто кролик или это заяц посмотрите на него какой хороший глазки закрывают у него какой-то комар сидит бедненький тебя кусают все блин у него прямо комар сидит на нем конечно здесь офигенно так вы конечно мы уже не читали заранее что здесь в этом и прикол ну тут очень разнообразно действительно можно здорово время провести белый друг большой друг это заяц это такой заяц красными глазами он альбинос обожаю альбиносов такие звуки у каждого свой голос да и своя манера красавица но их совсем не видно они сливаются спит смотрите алексей алексей отойдите от гусей красивые вы знаете что вы вообще офигенно выглядите он проснулся и жует африканский страус страус от нас ушел ну страусами нас не удивишь мы много раз их видели помнишь однажды с нами страус даже ходил просто по зоопарку рядом а это был ему да это мы были динозавра в депризе у меня ассоциация лапы динозавров ну конечно выглядит необычно в колене в противоположную сторону погибающиеся да да блин вот туда бы поближе подобраться я хочу их звук заснять потому что это вот это вот это вообще нечто недовольны они уходят они бодаются они бодаются сейчас подожди они на меня бегут иди сюда сам смотри сюда они сюда идут а вы все-таки решили подойти все пришли сюда . пухнатые он идет идет бежит тык-тык-тык-тык-тык шар такой качество ухудшается да так делаешь хочется сделать портрет хвостик смотри какой и тебе привет ты сюда пришел ничего не дали скажи поэтому я к тебе повернусь тем чем захочу да бух вот это у него шерсть можно потрогать кончик как думаешь если я его потрогаю вот тут вот ох как какое все сбитое теперь этот лёг смотри он сказал фыр он лёг и глазки закрывает смотри он глазки закрывает он хочет спать а вон за территорией дукоры едет трактор там поле и вот он что-то делает работает территория очень классная тут все облагорожено есть тропинки у животных вроде как все неплохо большие у них территории вроде как никто их не обижает здесь пятнистый олень или олень цветок вон они так они вместе с овечками барашками они друзья нашли волка осторожно опасные животные какой он красивый у него такой окрас вот это да смотри какие он ямы себе роет то есть ему это сделать расплюнуть но территория у него маленькая ну и красава вообще собака обалдеть чувак ты настоящий а зачем тебе яма зачем ты и роешь но он ее роет периодически у него есть план наверное он думает что он таким образом может удрать кормить нельзя видите написано осторожно опасное животное и там еще табличка серый волк очень красивый мы его вообще не интересуем он смотрит куда-то туда он смотрит на овечек и думает вот мой обед ой смотри кто это выглядывает а вот и травку кушаем до жуем а что мы жуем чуяки чуяки ты смотришь сюда кстати трава по-моему даже свежая видишь она зеленый да они и кушают такие глазки красивые все хорошенькие конечности так сказать ой ну вообще так хочется погладить видите какие лиси норы это да это типичная лиса обожаю лис маленький домик такой замок у нее где лисичка наверное спряталась она не хочет ни с кем общаться у нее такая мелкая сетка что даже не могу туда толком пролезть ну да это же надо за всеми ухаживать всех кормить поить какой он высокий что написано нигде нет но они не очень хотят общения так сейчас мы посмотрим кто это так и это зубор европейский зубор ничего себе он только хвост до сюда привет мы чуть-чуть на вас посмотрим и пойдем хорошо они стоят в теньке им что спрятаться нигде он же куча тенька кстати тоже место у них есть вообще крутые а они уже привыкли к людям смотри какие у него брови вот у этого который лежит у него брови есть смотрите у него есть брови обалдеть ну обалдеть реально брови как у человека вот он сюда идет он сейчас меня будет бодать наверное ладно хорошо ребят мы поняли мы пойдем друзья не хотят они уже общение як у него нет рожи тоже такой лежит замученный причем лежит не в теньке вообще ты бы хотел уйти отсюда хотел бы уйти двигающийся голова вот мы стоим возле дуба а вот там мы только что ходили там уже вот этот вот зоопарк дуб конечно вообще мощный я не дерево я звук идет прямо отсюда а я думаю как это так не может же быть если они там где-то играют вдалеке чтобы мы так хорошо слышали а здесь оказывается колонки такие встроенные до тебя сопровождает музыка а это что за дома это что это вот кто-то так круто живет с ума сойти вы представляете у кого-то вот вид из домов прямо сюда и вот эта музыка вот эта вся живность она совсем близко посмотрите какие красивые деревья все белое все нарядное и лошадь моя любимая стоит вот это она кушает а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это музей, просто мы не знали сразу, что это музей, потому что вход у него, видите, вот здесь, напротив этого городка Ну давай посмотрим Музей наверх Да, здесь, видишь, помещение еще административное Субтитры создавал DimaTorzok Музей 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 Пойдёшь, что делаю? Мама! О! О! Вот это я люблю! Встретила рыцаря, видите? О! Я его, когда вижу, прям вообще кайфую. Сразу всё хочется тоже домой. Да, шкаф классный. Какие наряды. Шляхта. А вот та самая брама. Это вот самое первое здание, где мы были. Мама, твой петух стоит, смотри, у тебя точно такой же. Обалдеть. Смотри, смотри. Такой же, как в дукоре. Вот этот вот. Прикольно. Я тебе показывала. Мама, представляешь? Он здесь тоже есть, и у тебя дома тоже есть. Класс. Какой плащ. Кожаный, да? Эх, потрогать нельзя. А очень хочется. Ничего себе, Мерседес. Так это не просто машинка. Музей просто восхитительный. Очень-очень понравилось. Здесь настолько разнообразно, что глаза разбегаются. Даже когда карту смотришь, не знаешь, что же выбрать, куда пойти. Вот веревочный городок. Леша уже зашел за территорию. Сейчас и я пойду посмотрю. Заходим. Здесь тоже очень просторно. Можно, наверное, куда-то залезть. Но что-то я как-то не... Я пас. Если бы я был в другой одежде, я бы с удовольствием. Знать бы об этом заранее, я бы с большим удовольствием. Двенадцать плюс. Дети вон залазят. И ты бы, дядя, полез. Пойдем. Пойдем. По-моему, там было... Вот такое место высокое, смотри. Ну там, да. Там, по-моему, было сказано, что это дитячий городок. Взрослые здесь не просто... Не потому что ты там взрослый. Может, ты и мог бы. Нет, просто... Верёвочный городок. Здесь не сказано, что он здесь. О, а что это там такое за скульптура? Ух ты, а что это такое? Так тут квакают. Это отсюда квакают жабы. А, квакают. Обалдеть. Вот она, скульптура из камня. Подожди, подожди. Слишком искусственно квакает. Я думаю, здесь динамики стоят. Фонтан. Не аттракцион. Залазить нельзя. Вот. Ну, это же... Не может быть, что это же квакают лягухи. Я думаю, что это динамики стоят. Слишком громко. Лягуха плывёт. Вон, прям вот. Это она! Вон она! я даже вижу неужели за по-настоящему иди сюда вот здесь вот она вот зеленая голова торчит вот вот я вижу вижу все вернула надо стать это реальные звуки по-любому реальные мой водичка да очень круто не ну классно такое зеркало сделали действительно круто пузырек появился я хочу птичку вот эту под снять скамейка посмотрите какая потрясающая перевернутый дом маленький да пойдем его скоро искать каплица вообще очень разнообразно столько всего можно за раз увидеть это что-то сразу вспоминается бурзу кто знает тот поймет если не знаете то почитайте что делал бурзу мы решили не идти туда вот потому что и так достаточно знаете разных экскурсий у нас в принципе не так много чего есть смотреть стране в плане вот каких-то замков да когда открываешь экскурсию какую-то какое-то место то в основном это церкви и костелы мы уже как бы насмотрелись нам уже не очень хочется что здесь просто какое-то место я думаю тут нет смысла ходить просто народ с детьми стоит и что-то он делает развлечение местные поляна казак смотри указатель туда и что там нас ждет но это такое больше детское что-то да послухать каску ну давай наш мир ради интереса колобок ну понятно комары кусаются очень здесь в теньке довольно тихо но это совсем такое детское место рассказывать сказки там показывать экспонаты да это здорово там вода озеро или что отсюда мы значит уходим и где-то должен быть мост судя по карте вот мост вон он а вон и дом да сейчас пойдем потому что я очень-очень хотела его увидеть я увидела много лет назад у кого-то на фотографии я вообще обалдела что это вообще у нас в стране потому что на него нет ничего похожего мост вообще классный такой горбатый прям сказочный я вам вот так его покажу видите лёша пошел и классно выглядит в горку так подниматься не просто я просто на самом деле так и кто-то плывет не расшатываю он немножко шатается да я уже показала это место средневековое городище но мы сначала давай в дом сходим в тот он как раз прячется за этими кустами а потом пойдем посмотрим то классно от воды такая прохлада как будто вот попал в прошлое очень круто блин мечты должны сбываться вот этот самый дом обалдеть это так круто как вообще его построили как там все устроено он же видите вот такой вот узкий внизу как это вообще а вот и он красавец обалденный дом там какой-то трэш творится внутри все прыгают орут наверное много детей приехала группой обалдеть мне кто-то машет а я тоже машу мне кто-то из дома помахал а я помахала в ответ надо сфотка вылетела штука я хочу сфоткаться на память вон детвора выбегает кто-то из них не махал пойдем посмотрим чё же они там так колбасились тоже хочу ну что вот у нас вход куча детей пойдем с ними почему бы и нет обалдеть привет видите здесь пол кривой мебель прибита к верху прикол ну здесь да мозг офигевает потому что как-то колбасит сильно он реально под наклоном кровать прибита видите это типа детская комната домик со вторым этажом то есть сейчас мы пойдем на мансарду так называемую мы будем на первый этаж это мы сейчас на втором ну это с утра как посмотреть но до сложновато здесь ходить санузел кружится в голове у тебя здесь или нет очень-очень согласна вообще колбасит кухня весь волной пошел а я не могу меня в сторону сносит телевизор вверх ногами филипс между прочим камин ну да цветочек даже прибили прикольно ну колбасит картина ногами все висит и мебель надо мной висит а я вот сижу мемчик в голове кружится жесточайше все надо уходить отсюда кривой пол и тебя прям сносят знаете вперед ну в голове кружится да да вот как-то хочется постоять и просто немножко отдохнуть как-то вот прям вообще очень ощущение странное как будто в космосе побывал катамаран да там вот плавает катамаран ну здесь можно очень много можно что делать на самом деле очень разнообразно да здесь не на один час да очень-очень вам рекомендуем сюда приехать потому что место действительно уникальное так мы перешли через мост и идем смотреть что здесь есть еще это мельница очень классно что здесь много вот можно делать действий в плане куда-то залезть знаешь так карабкаться куда-то подниматься это круто ну да не просто ходить и смотреть да у тебя есть возможность куда-то да залезть именно а это же всегда круче вон еще дальше какие-то постройки перед входом в этот старый как там город или как называлось называется средневековое городище ну так это и город и есть городище город ржавое все такое а вот это что интересно я не знаю а это что-то похожее как будто это тоже самое только одноэтажное ну я не знаю о так там очередь нам тоже туда надо домик на дереве это наша тема дом на дереве мечта детства ты хотел себе дом на дереве все ограничивались шалашом да не на дереве это обычным шалашом все теперь наша очередь подниматься пропустили народ он ушел а мы заходим посмотрим а он маленький совсем очень маленький но здесь можно стать заходи и съесть можно вот лавочка и вот лавочка вот это кайф вот такое бы в детстве да вот это вот беседка понимаете на дереве вообще очень круто побывали в гостях не знаю даже у кого у кого может быть дом на дереве дом на дереве ну вообще-то у какого-нибудь лесного существа вообще по Василину ну по господи у Толкина некоторые эльфы жили на деревьях ну вот побывали в гостях у какого-то эльфа заходим в старый город посмотрите сверху даже флаг какой-то висит привет город класс и водичку тоже можно подняться ну да давай начинать отсюда и что это за место о нет я не рискну даже на нее взбираться потому что это опасно может быть а там нет ничего наверное если ты полезешь с ними подъем наверх а вот эту вот а я боюсь что я не спустя не спущусь почему ну как вы поняли я рискнула все-таки с Лешей вместе подняться вот мы стоим на самом верху и смотрим на город свысока о прикольно меч в камне сейчас туда тоже пойдем мы заходили только что оттуда поднялись наверх и вот там вдалеке эта тропинка по которой мы шли а вон перевернутый дом кстати виден тоже такой уютный город что в нем хочется остаться что ты так задумался ну я кайфую опять же повторяюсь о том что очень круто что есть возможность ходить и куда-то карабкаться по разным местам еще лестница есть одна то есть тут тоже можно спуститься вот мы были только что там потом перешли в эту часть и спустились здесь какой-то маленький домик наверное уже горожан якобы видишь дровница да дровница сколько дров баня конечно баня да ой я представляю как здесь уютно ну было бы если бы все было на самом деле представляешь тут тепло окошечко есть все нагревается и ты сидишь кайфуешь и запах здесь приятные древесины а мы сюда не пойдем подожди давай посмотрим хотя бы издалека хотя почему издалека ты посмотри что тут есть здесь есть еще такая терраса а что прикольно да с видом сидишь смотришь на водичку березовые смотри стволы вообще класс да вот я хотела сюда спуститься выход к воде лестница в воду прямо прикольно вот так она и ты видел что здесь есть ну во первых лодочка а во вторых скамейка прямо в воде скамейка в воде стоим на берегу здесь лодка маленькая класс попали в старый город ну что идем дальше это там король артур что-то там надо было типа если кто-то там достанет меч из камня то он станет там кем-то каким-нибудь королем никто не мог а кто-то смог обалдеть эй ну не ну конечно а здесь фишка в том что он видишь не полностью он отрезанный и вставленный это же волшебное место пытка пытка пыточная кот ты меня сфоткаешь как у либанон ганновер петля на логотипе у них есть песня галлоу дэнс называется так а что ты делаешь там что-то повернулось ну понятно ну потому что вот эта штука обалдеть ну поняла я поняла прикол и вот это вот туда можно голову засунуть давай попробуем все ну что вот она мечта детства осуществилась с прекрасно Вот так вот. Ну а чё? Растягивает. О, Господи. Ноги туда, сюда. Не, ну это уже перевор. Как это? Это самое интересное. Да. Прекрасно. Джон Крамер отдыхает. Да. Ну, вон туда ноги и всё. Я хочу сыграть с тобой в игру. А это типа такая камера, да? Да, просто песня. Смотри, какие тапки. Они острые. Владушка цепишь прям тоже. Отдыхает. Ну, место прикольное было. Вот это место мне понравилось, наверное, попробуйте всё. Что? Сброевое. Оружейное. О, здесь пол земляной. О! Лук? Ты посмотри на это. Леголаз, ты где? Ты забыл своё оружие в дукоре. О, мне вот эта штука нравится. Блин, она такая тяжёлая. О, это же Моргенштерн. Ладно, здесь, собственно, такого ничего нет. Как это нет? Ты посмотри. Медь. О, привет. Ну, конечно, тут его фиг сопрёшь и фиг возьмёшь. Ну, классно. Ты посмотри, какой. Показательная казнь. По-моему, это называется эшафот. Вот это место. Что чувствует человек, который вот здесь. Который знает, что через секунду всё закончится. Я думаю, что ему уже всё равно. Он уже пережил этот момент. Ну, я так думаю. Блин, жесть. Здесь надо додуматься до гильотины, а? Ну, да. Так, следующий домик у нас. Жилая побудова. Да? Ну, здесь темно. Очень даже темно. Ну, типа, обычный жилой дом. Вот тебе, понимаешь, как люди спали. А не вот этот диван высочезный. Изголовье, чтобы было. Ну, а что? Это как Икея делает практичные вещи. Вот тебе лавка, пожалуйста. А внизу вот такая хопа и штука для дров. Икея так начинала, я думаю. Прикольно. В центре дома. Вот это вот костричи. Угу. Потолок-то высокий. А второй этаж что-то как-то не используется. Ну, вот это... А, нет, используется. Подожди. Вот здесь поднимаешься, и там что-то вот можно тоже делать. Это, короче, Тинни Хаус. Ой, не Тинни Хаус, а этот, как это? Треугольный. Афрейм. Афрейм. Вот, я перепутала. Афрейм. Ну, собственно, и Тинни Хаус тоже подходит. Потому что здесь тоже всё вместе. Ладно, идём. Вообще, конечно, не Тинни, а Тайни. Ну, да ладно. Кузня. Что у нас тут интересного? Это Валя. А, ну, тут не очень. Какое-то готование, как оно называется. Да, готование. Эльфийская сталь. Это что могут меч сделать, правильно? О, так это сточильный станок. Мечи здесь сковали? Это же Кузя. Кузя. Ганшарная. А, ну, так правильно. Здесь лепили там всякие кувшины, вот это вот всё. Ага. Глина и так далее. Песок с водой. Ганшарная. Так, там мы уже всё посмотрели. Посмотрим, куда вот всё выходит. Ну, хорошо, давай. Куда у тебя вид? Посмотрим, есть ли смысл туда идти. Здесь просто какой-то круг. И в середине, наверное, тоже какое-то вогнище. Ну да, просто огонь такой. Уютное место. Ну, что там? Нет смысла туда идти, да? Нет, нет смысла. И что у нас по карте ещё остаётся? Ну, нам надо возвращаться. Пройти там, где мы не ходили. Прикольно, что даже лестница, посмотрите, какая она не идеальная. Она не идеально ровная, как сейчас все хотят делать в своих домах. Всё очень натурально. То есть так, как вот должно было быть раньше. Выходим из старого города. Побывали практически в Игре престолов или что-то такое. Очень понравилось. Пойдём посмотрим, что там ещё у нас осталось. Когда я слышу слово катапульта, мне кажется, что стреляют котами. Катапульта, запускают кота. Как тебе такое? Прекрасно. Монифик. Ну, видишь, мы не подойдём. А нам надо туда заходить? Я думаю, что нет. Нет, нам не надо туда заходить. Просто у Требучета есть какое-то принципиальное отличие от катапульты. Да, ладно. Всё, возвращаемся к Горбатому мосту. За вот этими деревьями скрывается этот замечательнейший перевёрнутый дом. Я просто в восхищении от него. Котовальня номер один. Ну, тебе котовальня. Не, мне тоже понравилось. Но всё-таки домик для меня номер один. Просто котовальня — это то, чего не бывало. Не бывало нигде. Ну, да. Особенно, когда жена туда засунулась, да? Во все места. И ты стоял, наблюдал, да? Ты сама так делала. Здесь можно поесть. Вот, пожалуйста. Ещё и выбор кое-какой. То, разве чего все мы здесь сегодня соберутся. Ну, конечно, кому что. Вот впереди есть корчма. Большая. Места здесь много. Опять же, если сравнить дудудки, то в дудудках меньше корчма. По-моему, да? Давай зайдём. Да. Квас, медовуха, пиво. Нам нельзя, мы за рулём. Всё, помылся. Смотрите, какая корчма. Видите, сколько здесь места? Вообще очень много. Классная сила. Лиса. Да, классно. И вон шкуры. Это был волк. Волк, да, это был волк. Страуня, быстрое питание, мини-гольф. Виси. Кузня. Вот это вопрос, конечно, что за здание. В принципе, мы всё обошли, кстати. Вот мы круг проходим. Ну что ж, вон искусственные белки. Проходы за здание. Мы только что прошли. Кафе Каршмар. Вот 26, 29, 29. А, ну так мы уже везде были, судя по карте, действительно. А, это банкетный зал. Вот это вот, это банкетный зал. А вон то, что сзади, за ним. Кузня винокурня, я так понимаю. Такое умиротворение, спокойствие. Конечно, птички, вот которые сейчас слышны, будут в видео. Это не настоящие птицы поют. Это стоят везде вот эти громкоговорители. Но, тем не менее, настолько создаётся прекрасное, вот такое, знаете, ощущение спокойствия. Как будто вы действительно окунулись куда-то в прошлое, во что-то такое чистое, нетронутое. Очень приятно. А это что? Ханшарня. А, ну мы не пойдём туда. Смысл. Ну да, вот уже и выход. Та самая арка. Брама. Брама. Точит когти. Он катит камень. В смысле, точит когти. Я понимаю, что он когти не точит. Когти точит миа. Ну просто это так выглядит, как будто бы он... Кто-то оставлял тут свои замки. Саша и Марина, 2016. О, 2016 год, интересно. Ну здесь видно, что такое всё старое. Вместе навсегда. Поржавело место наших встреч. Поросло травой, между прочим. В песне поётся. Поржавело песню. Сейчас будем вбрасывать сюда монетку. В этот замечательный фонтан на главной площади, так называемой. На удачу. И просто, чтобы мы сюда вернуться могли. Потому что здесь действительно круто. Ну что, давай. Бульк. Ой, наша монетка. Всё, идём на выход. Вот эти главные ворота. Но они, видите, на замке. То есть мы выходим чуть правее через кассу. Ну что, как у тебя ощущения от этого места? Очень, очень классно. Когда выходишь после такого места и чувствуешь лёгкую усталость, это значит, что всё-таки ты находился. Да, конечно. И значит, что ходить есть где. И заниматься есть чем. Вот именно. Тебе понравилось ходить. Тебе хотелось ходить. Да, это уж точно. Поэтому вот такое вот замечательное место в Пуховичском районе, совсем недалеко от Минска. Оно действительно стоит посещения. Потратьте на это время, день, там, субботник какой-нибудь. И обязательно побудьте здесь. Потому что когда выходишь оттуда, ты выходишь такой, знаете, умиротворённый какой-то вот, не знаю, чувство такое какое-то странное. Я не могу вам описать. Но действительно очень такое приятное ощущение на душе. А ещё в этом видео, наверное, будет наше секретное место. Мы хотим сегодня съездить с Лёшей на одно наше место. Я не буду говорить, что за оно. Я вам его просто покажу. Поэтому смотрим видео дальше. А вот и тайное место. Конечно же, я вам не скажу, где это находится. Ну, а это в Пуховичах, грубо говоря. Здесь очень красивые закаты. И очень классно вечером, когда никого нет. Большущее озеро. Про него знают только местные. И вокруг леса. Да, оно находится в лесу. Вот такое вот огромное озеро. Мы здесь были однажды на закате. Так что, если я найду фотографии или видео, то обязательно вам покажу. Потому что это вообще отдельная история. Реально очень красиво. Лодка на своём месте. Да, лодка там же. Мы в лодке сидели, помнишь? В прошлом году. Конечно помню. Здесь так тихо. Машины есть, но машин совсем немного. Опять же, потому что не все знают, где это вообще место расположено. Песок классный. Человек бесстрашный. Я не знаю, какая здесь глубина. Надо будет посмотреть. Но мне кажется, что здесь довольно глубоко. И заметьте, насколько здесь вода чище, чем у нас на Минском море на том же. На Заславском водохранилище. Люди не успели испортить. Вон человек плавать пошёл. А здесь уже лес. Мало таких мест осталось, нетронутых. Чтобы было мало людей. И нам повезло такое место найти. Что, чувак пакует? А он на велике себе приехал и всё. И кайфует. Вода холодная, я думаю. Комары. Начало мая. Ну да. Вода совсем холодная. Чайки не там. Ну что же, ребят. Вот на такой вот ноте спокойствия и природы. Вот такой вот красоты. О, вот теперь видно. Мы заканчиваем это видео. Спасибо, что посмотрели его до конца. Погуляли с нами по дукоре. Посмотрели наше тайное место. Снова встретимся совсем скоро. Так что до следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok